В Бурятии продолжается массовая вакцинация против ковида. Дошли сегодня медики и до нашей телекомпании. Вот у нас на очереди, я вижу, Роман Попов сегодня будет прививаться. Рома, расскажи, первая прививка ваша? Моя первая прививка в жизни. Ну а если серьезно, почему решился все-таки прививаться? Ну, вообще два, скажем так, два варианта, почему я прививаюсь. Первое, потому что у меня очень сильно переболел в свое время отец коронавирусом. И теперь, вот на сегодняшний день, я последний из семьи, кто еще не поставил прививку. И я хочу здоровья своим родителям и себе, потому что даже не себе, а им. Ну и второе, потихоньку готовимся к отпуску. Поэтому я думаю, что сертификат прививочный, он, конечно же, поможет путешествовать спокойно и не подхватить заразу. А мы знаем, что не все переносят прививки хорошо. Бывает, что после первой прививки реакция, человек не может, трещит голова, встать. Вот это нормально? Да, бывают такие реакции, можно также, если поднялась температура, можно принять жаропонижающие, обезболивающие можно, антигистамины, если какие-то аллергические вдруг реакции. Пожалуйста, противопоказания, препаратов никаких нет. Ну и все-таки самое главное, после прививки мы также можем заразиться, но в чем все-таки плюс? Мы легче переносим? Легче переносится гораздо без всяких побочных каких-то эффектов, без осложнений. Я еще, честно, не решился даже. Но тем не менее, в очереди стоишь, значит ставить будешь. Ну да, буду, буду. Надо сделать, чтобы быть уверенным, что не заболеешь. Побочки, правда, пугают немножко, да, если там три дня, кто-то говорит, что 39 может температура быть, три дня. Защитить себя близко к коронавирусу. Не хочу болеть лежать, работать надо. Мы всем знаем, что прививка это не панацея, но хотя бы в легкой форме. Конечно, но в легкой форме, конечно. И проще перенести. Так, ну выезжаем в крупные организации, банки, МВД, детские сады, школы, почта России, ну то есть и другие крупные организации. Желающих всегда много? Ну, есть желающие, то есть находим и прививаем. Защитит от еще неприятностей? А маску неправильно носишь, маску нужно вот так носить. Защитит от? Защитит от болезни и плюс даст возможность выехать за границу. Потому что с 1 июня открылась Монголия, где я уже не был полтора года. Вот хочется съездить, наветать друзей, родственников, которые заждались. Надо отдохнуть, отдохнуть воздух и свободу. Воздух, да? Воздух и свободу. Ну и Таиланд ждет, конечно. Обязанность каждого сейчас вакцинироваться, потому что если будет коллективный иммунитет, то тогда мы поборем, а ты зараза. Ура, у нас сегодня выработается, думаете, коллективный, сколько человек прививается? У нас сегодня прививается в телекомпании 16 человек, и я думаю, это нас обезопасит. И мы можем смело ходить на съемки, общаться с людьми и, наконец-то, снимем эту прекрасную маску.